Герой нашего следующего сюжета – боец ММА Расул Магомедов. В начале декабря 30-летний спортсмен стал первым обладателем пояса Лиги ИГЛФС. Как Ахиллес из Ленинкента шел к самой большой победе в карьере, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Ему слова. Работа на лапах, техника доведена до автоматизма. Каждый день Расула Магомедова начинается с утренней тренировки. С последнего боя прошло только две недели, но надо быть готовым к любому развитию событий. На турнире ИГЛФС в Москве миксфайтер по прозвищу Ахиллес одержал свою самую громкую победу. В захватывающем по накалу пятираундовом поединке он отобрал титул у Жоры Айвазяна. Этот бой утвердили еще около года назад, но встреча четыре раза срывалась по разным причинам. Самое трудное было вот это ожидание, нагрузка, постоянно себя держать в форме, психологически это уже надоело, накопилось. Хотел выплеснуть всю эту подготовку, то, что готовился, и чтобы облегчение уже было. Мы думали, он будет наоборот агрессивнее работать, а то, что он наоборот не агрессивно работал, постоянно отходил. Чуть план изменился у нас, приходилось его долго вытягивать, ждать момента. А так мы рассчитывали, что он будет постоянно проходить, на нас переть и встречать его. Без поражений не бывает больших побед. Эти слова напрямую отражают карьеру Расула в ММА. Два неудачных боя в самом начале не сломили его волю и желание. Яркий ударник попробовал себя почти во всех ведущих российских лигах. Выступал с переменным успехом, рассказывает тренер и друг Мусан Урулаев, но упорство и терпение привели в итоге к победам. Сколько я Расула знаю, первое, что у него есть, это потенциал. Он трудолюбивый парень, с большими амбициями, не любит уступать. Видно, что этот парень пойдет далеко. Желание добиться успехов именно в спорте у этого парня, можно сказать, я видел. Ну, в других ребятах я этого не видел. После череды побед на крупных турнирах на Магомедова обратили внимание и поддерживают в московском клубе «Крепость». Но основную часть подготовки к боям Расул проводит в родном зале. Это первый ММА-клуб в Ленинкенте. Своими силами и при помощи друзей энтузиасты буквально подарили спортзал своему поселку. Ежедневно здесь тренируется порядка 500 человек. В основном это дети. Для них всех Магомедов – живой пример. Не у всех есть возможность ездить в горы, тренироваться. Поэтому мы как бы акцент делали, чтобы именно здесь в поселке что-либо открыть такого разных направлений, что не хватало нам лично, когда мы были маленькими, то, о чем мы мечтали. Я думаю, Расул для этих молодых ребят – это в первую очередь наглядный пример. Я думаю, эти дети, видя его, мотивируются и хотят тренироваться. Даже вот сейчас мы там стояли, молодой парнишка сейчас к Расулу подходит и говорит, я хочу стать таким же, как и ты. Конечно, Расулу тоже это приятно, и нам приятно. И Расулу тоже ему говорит, будешь тренироваться, пахать, будешь таким же. Говорит, даже лучше будешь. Расулу уже 30, но для него пока все только начинается. С мотивацией полный порядок. Впереди большие планы. Есть желание попытать счастье за океаном в сильнейшей Лиге мира. Как Хабиб говорил, что чемпионы этой организации, кто несколько защит сделает по контракту, будут продвигать UFC и будут показывать СПН-канал в этом турнире. Я думаю, это большой прорыв. И есть шанс попасть в самую лучшую лигу. И еще больше замотивировало меня. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.